И вновь время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтина. Здравствуйте! Три человека погибли. Семеро пострадали в результате степного пожара в Панфиловском районе Алматинской области. Сообщается, что сухостой загорелся в горной местности. По предварительным подсчетам выгорело 400 гектаров пастбищных земель. В огненной ловушке оказались лесник и еще двое местных жителей, которые добровольно участвовали в ликвидации пожара в Акимате. Заявили, семьям погибших будет выплачена материальная помощь. Раненые находятся под наблюдением медиков. Они получили ожоги различной степени тяжести. Один из них сломал ногу. По данным МВД, работы по тушению пожара продолжаются и сейчас. Между тем, пожар на территории торгового комплекса Биг Шанхай произошел минувшей ночью в столице. Горели 30 магазинов с продуктами питания в отдельно стоящем оптовом складе. Тушили огонь около полусотни пожарных. Было задействовано 12 единиц спецтехники. На место ЧП экстренно были стянуты наряды полиции и скорая помощь. Пламя удалось локализовать не больше, чем за час. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. По сообщению городского ДЧС, жертв и пострадавших нет. Причину возгорания еще предстоит выяснить. Природоохранные инспекторы Актюбинской области повышают квалификацию на специальном семинаре. Защитникам флоры и фауны рассказали о последних изменениях в законодательстве и мерах профилактики преступности. В течение двух дней они будут задействованы в профилактических занятиях, которые пройдут в Шалкарском и Иргизском районах. Руководство ведомства считает, что такие курсы помогут предотвратить преступления. С начала года зарегистрировано 8 уголовных правонарушений по статье «Браконьерство». Все материалы переданы в суд. На сегодняшний день штатная численность инспекторского состава 46 инспекторов по Актюбинской, а также Магистовской области. В основном проблема идет миграция с Айгаков в зимнее время, с Актюбинской, Казлардинской области. В это время мы как бы усиляемся. С других регионов приезжает группа для усиления охранных мероприятий. Автовладельцы Мангистау жалуются на состояние трассы Курок-Жетбай. Дорогу протяженностью 64 километра не ремонтировали последние 40 лет. Асфальтное покрытие настолько износилось, что образованные трещины и ямы стали проблемой для многих водителей большегрузов. В год на ее обслуживание и ремонт выделяется до 45 миллионов тенге. Однако этого, как выяснилось, недостаточно, говорят специалисты. К слову, этот отрезок дороги является связующим звеном международного транспортного коридора. По нему груз, прибывающий в порт Курок, отправляется в Россию и Узбекистан. Из-за работы постоянно вынужден ехать в аулы по этой дороге. Каждые два месяца мы меняем ходовую часть машины. Она быстро приходит в негодность. Сейчас делается разметка опасных зон на участке. В 2018 году подготовили проектно-сметную документацию. Дорога прошла государственную проверку. Проекту необходимо более 11 миллиардов тенге. Наше руководство запрашивает от Министерства необходимые средства на 2020 и 2021 годы. Как только поступят деньги, мы начнем ремонт. С начала года овощи и фрукты в Казахстане, по данным Комитета по статистике, подорожали на 9%. Самые ходовые продукты, помидоры и огурцы, бьют рекорды дороговизны. 600, 700, 800 тенге за килограмм. Картина уже привычная и это в разгар сезона. В общем, цены неприятно удивляют. Сабина Балашкина прошлась по торговым точкам столицы и попыталась выяснить, на каких основаниях предприниматели завышают цены и где нынче самая дешевая продукция. Жители столицы в недоумении о ценоприлавках. Кило помидоров обходится покупателям без малого 800 тенге. Огурцы в этой торговой палатке продаются по 380. Хотя, казалось бы, разгар сезона, овощи не в дефиците, но цены явно кусаются. Что уж говорить про экзотические фрукты. Персики, груши, виноград. О них местные пенсионеры даже и не думают. Вот я как пенсионер расскажу, что цены очень сильно завышены. Очень. Вот гнилье, сколько у них, вот там смотришь, половина гнильев, не продается, выбрасывается. А продают очень дорого. Почему овощи и фрукты летом продаются по зимним тарифам в Министерстве торговли и интеграции, нам пояснить отказались. Любопытно, но факт. Цены в торговых точках абсолютно разные. В этом супермаркете те же помидоры почти вдвое дешевле, чем в уличной палатке. Огурцы стоят не больше 150. Впрочем, еще более низкие цены на рынках. Стоимость овощей и фруктов соответствует ожиданиям. 100, 200, 350. Ценники на прилавках редко содержат четырехзначные числа. Но при всем при этом покупатели хотят дешевле. Во-первых, не все свежие привозные. Во-вторых, очень дорогие. Что именно дорогое? Что вы покупаете? Фрукты. Сейчас сезон, то, что надо кушать, очень дорого. Персики дорогие. А из овощей, вот болгарский перец, как раз сейчас сезон закрутки, он бы как бы тоже. Помидоры еще цены так и не упали. На чине вот эти маленькие помидоры бы хотелось бы тоже, чтобы цены немножко упали. Вообще не скидывают цену. Как было подорожание, так и есть. Огурцы, помидоры, так же цена держится. Повышение цен на овощи и фрукты экономисты связывают с затратами предпринимателей на транспортировку, поскольку продукцию завозят в столицу из южных регионов Казахстана, а также из соседних стран Узбекистана, Китая и России. Если у нас в Казахстане производила бы, вот эта часть определенная, возможно, дешевле была бы. Так как привозится из-за рубежа, за валюту, девальвация, транспортировка, это все накладывается. И она из-за этого с каждым годом все дорожает у нас. Более стабильными в цене остаются разве что яблоки, считают экономисты. На изобилие фрукта, приемлемую и довольно устойчивую цену, по мнению Армана Байганова, повлияла государственная поддержка. С 2004 года Казагра финансировала предпринимателей, которые занимались высаживанием яблоневых садов. В перспективе именно собственное производство позволит насытить отечественный рынок дешевой продукцией. Хотелось бы, чтобы также государство обратило внимание, разработало программы финансирования плодово-ягодных культур. Те же малины, там можно винограды. Именно, по крайней мере, насколько я знаю, сейчас нет такой программы специализированной. Необходимо разработать. Проблема отечественного ценообразования связана не только с затратами на доставку. Немало бед от посредников. Прежде чем дойти до потребителя, продукцию перекупают по несколько раз. Эксперты считают, что этот вопрос найдет свое решение только в том случае, если в каждом регионе Казахстана будет функционировать хотя бы одно крупное тепличное хозяйство. Тогда жители страны смогут позволить себе не только более дешевую, но и свежую продукцию. Сабина Балашкина, Ербол Даиров, Арман Акшабаев, Хабар, 24. В Усть-Кеменогорске по статистике всего на 13% обеспечено собственным луком, на четверть от необходимого морковью, на треть капустой и на 62% картофелем. Поэтому дефициты в регионе пополняются привозной продукцией. При этом цены население, мягко говоря, не радует. К примеру, картофель сейчас в городе продают по 180 тенге в розницу за килограмм. Около 200 тенге обходится такое же количество лука и моркови. На главном оптовом рынке товар дешевле, но ненамного. Влияют на ценообразование сразу несколько факторов. Главная из них – это логистика. И тут плачевное состояние дороги Талдыкурган-Усть-Кеменогорск только усугубляет ситуацию. Дорога очень плохая. Нам товар возят из Таджикистана, с Курдая, с Алматы. И все водители жалуются. У скамани все говорят, что овощи очень дорогие. Почему? Потому что водители не хотят ехать. У них машина ломается. Запчасти – это все деньги, вы сами прекрасно знаете. Салерка дорогая. К слову, на целых 90% подорожал лук с начала года на севере страны. Еще на 65% взлетела цена на морковь. Жители возмущены дороговизны продуктов питания. А еще больше тем, что стабилизационный фонд не регулирует стоимость социально значимых товаров. В причине очередного скачка цен разбиралась Зайра Джакупова. Полкилограмма моркови, хлеб и мука всего понемногу. Жительница Петропавловска Тамара Лукина лишнего себе не позволяет. Говорит, цены даже на самые обычные продукты кусаются. Вот сейчас морковку взяла. 233 морковка. Ну куда это годно? Сахар, конечно, дорогой. О чем можно говорить? Мясные попробуйте купить. Подадите. 2000 до 1800. Вот и попробуй с пенсии проживи. С начала года на севере страны подорожал картофель почти на 30%. Морковь на 65%. Цена на лук и вовсе стала в два раза выше. При этом продукты эти входят в перечень социально значимых. Так почему же товар с пометкой стаб фонд в некоторых магазинах немного дороже обычного? Даже по качественнее, да? Цена 126 и сумма 128. Хотя через 100 суток 203. Продавец объясняет, при фасовке перепутали пакеты. Гречку продают по 130 сеньге за килограмм. Это уже не первая проверка, которую проводят члены специальной мониторинговой группы. Цены на продовольствие постоянно растут, как и недовольство горожан. Стоимость товара в первой необходимости, оказывается, контролирует комиссия. А вот стаб фонд работает себе в убыток, говорит руководство. В 2016 году было 300 миллионов выделено на закуп на стабилизационный фонд. Больше денег не выделялось. Контракт был заключен на три года, до 2019 года. В 2019 году, в январе 2019 года мы перезаключили этот контракт. И эта сумма, переходящий на остаток, перешел на следующий год. Эти деньги идут в обороте. Закупается продукция, в одну из продается. И на эти же деньги заново покупаются в очередной сезон новые продукции. Мы платим за хранение, перевозку. Также у нас есть и потери. Сейчас на складах стаб фонда имеется больше 400 тонн продукции на 80 миллионов тенге. Это крупы, мука, макароны, подсолнечное масло и другое. А вот моркови и лука нет. Потому на прилавке региона овощи завозят с юга страны. Транспортировка – это еще плюс себестоимости. Отсюда и цены высокие, объясняют специалисты. Стаб фонд закупается, конечно, один раз осенью. Даже у наших местных сельхозтоваропроизводителей закупается. И она уже примерно в этом году, например, в марте, уже вот так вот до весны. Весной уже заканчивается. Осенью будет опять же закуплен объем этих овощной продукции. В основном осенью закупается для того, чтобы реализовать его в период повышения цен. Ведомстве также рассказали, что скоро разработают типовые правила, согласно которым функции стаб фонда перейдут к представителям торговых точек. Им будут предоставлять кредиты по низким процентам. Сегодня торговые точки, мелкий и средний бизнес, работают очень гибко, быстро. У них отработана логистика. Но им нужны средства, именно вот это оборотные средства. У нас нет четкой картины от статистики, сколько нам нужно продукции, сколько у нас она производится, сколько она завозится. И сами торговые точки индивидуально по-своему не могут просчитать. Мы заинтересованы, чтобы этот механизм был запущен. Наша главная задача – это открытость данного механизма и информировать население. Когда этот механизм заработает и удастся ли новым операторам сдерживать цены, покажет время. А пока жители вынуждены переплачивать за импортную продукцию. Зайрат Жакупова, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар, 24. Число жертв стрельбы в американском Эль-Пасо возросло до 22 человек. Из них семеро – граждане Мексики. Министр иностранных дел этой страны Марсел Эбрард выразил слова соболезнования семьям погибших и заявил, что Мехико в случае необходимости запросит экстрадицию нападавшего, а также призвал Соединенные Штаты предпринять необходимые действия, чтобы решить вопрос с легкодоступностью оружия. Напомню, 3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в торговом центре. Его задержали и обвиняют в терроризме. Предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти. Число пострадавших при взрывах на полигоне боеприпасов в городе Ачинске Красноярского края выросло до 12 человек. Еще один числится пропавшим без вести, передает ТАСС. Медики сообщили, что из 11 человек, которых ранее доставили в медучреждение, госпитализированы шестеро. Двое из них отправлены санавиацией в административный центр. Остальные же обратившиеся проходят лечение амбулаторно. На территории Ачинского района действует и режим ЧАЭС. Спасатели эвакуировали более 9,5 тысяч жителей из населенных пунктов. Еще свыше 7 тысяч человек покинули опасную зону самостоятельно. По словам заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, предварительная причина взрыва – человеческий фактор. Напомню, из-за взрыва загорелись два склада, на которых находилось около 25 тысяч боеприпасов. Осколки от снарядов разлетелись на расстоянии 15 километров. В результате огнем была охвачена территория части и спецтехника. В ликвидации пожара были задействованы свыше 150 сотрудников экстренных служб. Самолет компании «Бритиш Эйрвейс» совершил экстренную посадку в аэропорту Валенсии. Инцидент произошел из-за сильного задымления на борту. Лайнер выполнял рейс из лондонского аэропорта «Хитроу». На кадрах, снятых очевидцами, видно, как густой дым заполняет воздушное судно. Задымление произошло за 10 минут до экстренной посадки. Всех пассажиров эвакуировали при помощи надувного трапа. Информации о жертвах и пострадавших нет. Всего же на борту авиаперевозчика находилось 175 человек. Голубя-наркодилера задержала охрана тюрьмы строгого режима в Бразилии. За спиной у птицы находился небольшой рюкзачок. На нем был логотип известной криминальной группировки. Предположительно, пернатого использовали для доставки наркотических средств или секретных сообщений между преступниками. Однако при обыске у Голубя ничего не обнаружили. Обесценивание национальной грузинской валюты, как ожидалось, привело к резкому скачку цен на бензин и продукты питания. Экономисты прогнозируют повышение тарифов на электроэнергию и газ. В обменных пунктах за 1 доллар отдают в среднем чуть меньше 3 лари. Это стало настоящим шоком для населения. Такого курса в стране не было уже более 10 лет. Как сейчас обстоят дела на грузинских рынках, выясняла Юлия Тужилкина. Те, кто копил деньги, лихорадочно меняют лари на доллары, чтобы не проиграть еще больше. Бизнесмены набирают новые кредиты, чтобы удержаться на плаву. А простые граждане смиренно ожидают взрыва цен на продукты. Дезертирка – один из главных рынков столицы. Здесь круглогодично широкий ассортимент фермерских фруктов, овощей и ягод. Есть и импортные товары. Продавцы уже сетуют, что даже местные сезонные продукты заметно выросли в цене. Подорожали цитрусы из привезенных продуктов. Что касается местной продукции, по сравнению с прошлым годом, рост цен коснулся всего – чеснока, абрикосов, персиков. Покупателей очень мало. У людей нет возможности покупать и удовлетворять свои потребности и потребности семьи. Вырос доллар, выросли и цены. Чтобы как-то удержать ситуацию, несколько дней назад Национальный банк Грузии перешел в наступление. На аукционе продал почти 33 миллиона долларов. Этими действиями удалось остановить стремительное падение курса лари, однако все понимают, что ситуацию в целом это не спасет. Результат повышения цен – это ухудшение уровня жизни населения. Зарплаты не растут такими темпами, как цены. Это сигнал тревоги, который призывает власть и Национальный банк сделать нужные шаги. И это не только расход резервов. В руках Нацбанка много инструментов. Например, ужесточение ставки, рефинансирование, а также снижение обязательных норм резерва. Это позволит дополнительно выпустить иностранную валюту. У государства же есть возможность диверсифицировать, привлекать больше разных стран, продвигать и поощрять экспорт. Эксперты утверждают, подорожание уже коснулось почти всех продуктов питания. Особенно заметно повышение цены на импортный сахар и подсолнечное масло. Прогнозируют и подорожание хлеба, как следствие повышения цен на привозную муку. Мы имеем проблемы сейчас, конкретные проблемы, что идет ужасная девальвация. Это первое. Второе, дорожают цены на бензин. Это прямо ударяет дистрибуцию, потому что логистика. Мы же с собой, с сумочкой не носим продукцию, нам же топливо нужно. И когда дорожает топливо, когда такая девальвация, это приводит к тому, что сегодня происходит, к сожалению. Если правительство не будет так работать, чтобы внутрь развивалась экономика, эта проблема будет идти так, как это уже идет в течение 5-6 лет. Тяжелое положение сейчас и у потребителей, и у продавцов. Наступила реальность, которую бизнесмены изменить не в силах. Все с надеждой ждут конкретных и решительных шагов правительства и Национального банка. Юлия Тужилкина, Шалова, Сурмилашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Хорошего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин